Реально запах мочи оттуда исходит. И вот видите, желтая жидкость, 5-литровая бутылка. И такие бутылки появляются периодически под нашими окнами. Такие сюрпризы предпринимательнице Олесе Ясаевой приходится убирать ежедневно. В сентябре она арендовала офис в доме номер 3 по улице Данилова. Женщина и не догадывалась, что придется столкнуться с такой проблемой. Прямо с окон летят бутылки, летят какие-то банки, бытовой мусор, пищевые отходы, отходы жизнедеятельности людские. Неоднократно уже оставляли пакеты с мусором. Пакеты с мусором оставляют либо вот здесь на проходе, либо ставят под крыльцо. Мы общались с прошлыми владельцами бизнеса, который здесь был, и они говорили, что у нас было так постоянно. Прошлые арендаторы тоже боролись с мусором и другой гадостью, которую, как уверяет Олеся, выкидывают жильцы дома из окон или намеренно оставляют у офиса. Разговоры с соседями, говорит женщина, успехом не увенчались. Вооружившись камерой, пытаемся поговорить с жильцами и узнать, может ли кто-то из этого дома так хамски себя вести. Окна выходят у нас на ту сторону, на третья комнатной квартиры. Все люди-старожилы, которые живут с основания этого дома. На этом стойке у них окна выходят сильно во двор. Так что магазин кто может? Даже не могу подумать. Ну то есть у вас все дома приличные, никто не может выкидывать на ту сторону мусор? Я думаю, что нет. Вместо управляющей организации в этом доме вопросами содержания жилфонда занимается ТСН Даниловская. Там пояснили, да, проблемы действительно есть, но кроме как просто отправлять дворников, выбирать мусор, иного решения у коммунальщиков нет. А вот юристы отмечают, все же начинать надо с людей. Они должны нести ответственность за свои действия, а для этого нужно обращаться к участковому. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых зданий, нерадивые жильцы могут получить штраф до 1000 рублей. Однако необходимо зафиксировать факт выброса отходов из окна при помощи фото- или видеофиксации. И получив такие доказательства, нужно обратиться к участковому о привлечении виновных лиц к административной ответственности за противоправные действия. Правда, сама Олеся признается, пока в полицию обращаться не горит желанием, а просто надеется, что у людей проснется совесть, и они прекратят мусорить там, где живут. Кристина Сепьева и Андрей Шикинев, Интера ТВ Сепьева и Андрей Шикинев, Интера ТВ